Привет, Оля! Как ты там, Оля? Нормально. Ой, мои сладкие! Оля, я не знаю, что делать с этими котятами. Проходи давай. Брось отсюда! Как ты с этой квартирой? Ой, не знаю, что-то стало. Просто вспомнила, как я в то время, да, была, Оля. Я была полной дурой. Когда я была молодой, то казалось, этот не тот, этот не тот, этот тоже не тот. Просто, когда умеешь, когда умеешь, да, начинаешь понимать, самое главное, нужна ли ты кому-нибудь. Да. Первое, что Валерия всегда говорила с своим подругом. Я при мужчинах не сплю, боюсь, умею. Я с ним когда встречалась, ну, к нему пришла, он достал какую-нибудь огромную такую сковородку. Она про кого? Ну, про этого. Зуховку включил, дым сразу пошел. Ничего не включая, уже дым пошел. Я ему говорю, а чё это у вас дымить-то? Он говорит, это ну вот я гуся тушил. Лучше потушил на него. И, значит, он стал меня угощать салатом, супом там, экстракцией, горох, ой. Представляешь, валяет все это, сзирана, все это набрызгает. А где он разделся, пиджак снял, у него два галстука. Один здесь, а один здесь. Представляешь? Я его спрашиваю, почему у вас два галстука? А он говорит, когда я приеду, чтобы не спать, хотя я ему не знаю. А потом про него забыл один другой. Из штаба. Как я ходил за ластуками? Ты представляешь? Пошли у него уже было там шестьдесят лет. Я говорю, чё вы его не постираете? Он говорит, нельзя. Это махер от мамы. Я говорю, нельзя прям постирать, да? А расширятся у него какие? Боже. В карманах здесь лук, здесь картошка. Боже, как он ходит. Он говорит, зато руки свободны. Не перебивай, у меня там фу стоит, не стоит. С кроватиком стоит. После того, как я посмотрела на него, повнимательнее. И когда я посмотрела на него, у него вот этот зуб с горохом, который он поставил мне. Ну что там внутри, у него плавает. Я сказал, вы мужчина хороший, но вокруг вас много работать надо. Его брат все время молился в ту жизнь. Молился, вот прям не знаю. Он был низкий. Он говорит, господи, я хочу стать богатым. Господи, я хочу стать богатым. Говорил, говорил, он так пять лет он молился. Наконец-то встретил друга. Друг его привез в Европу. Он там разбогател, стал очень богатым. Вернулся опять в Россию. Купил себе огромный дом. Стал жить в этом доме. У него есть деньги. Но у него не было жены. Он опять молился Богу. Господи, я хочу жениться, пожалуйста. И случилось такое. Он пошел в супермаркет и встретил там девушку, которая стояла с денежкой, продукты покупала. Он с ней познакомился. И он женился. Он был счастлив. Они жили вместе. Но у них не было детей. И он говорит, господи, пожалуйста, сделай так, чтобы у меня сын был. Он был не совсем здоров. Друзья повели его к врачу. Дали ему возможность. Родился сын. И у всех собрал. Он так, значит, говорит, я не верю в Бога. У меня все. Но я это сделал все сам. Он засыпает. Но у вас не жаляется Бог. Он говорит, парень, я не службу заказывал. Ты хотел разбогатеть? Я тебя поспал другом. Он уйдет тебя в Европу. Ты получил денег. Ты хотел жениться? Я послал тебя в супермаркет. Там только приличные девушки хозяйственные. Ты женишься. У тебя не было детей? Но я послал тебя врачи. И у тебя появилась эта возможность. Извини, парень, что мертв. Он уже теперь просыпается в этой квартире, в которой раньше жил. И пытается за голову говорит, господи, дай мне еще вторую попытку. Появляется ангел, говорит. Это не олимпийские игры. Здесь такое слово расскажу, Оля такой чё, и он жарся. Далеко в горах ух! Жил, а зелёки стоит. И звали его Вадя? Никак. Его не звали. Он бы такой жил, и никому лапит не нужен был. И звали его никак. А Нижегор жили его родственники. Скажи, Оля, кто? Ну, родственники? Нет. Жили родственники Параны. Но у него была девушка. И звали ее... Ее как? Звали... Слушай, я тебе говорю. Звали ее как? Ева? Ее звали как? И он был никак. А она как? Как не так, Ивановна? Он хотел, чтобы она читала. Он ей говорит, читай, читай, как-то-как, читай. Он ей купил книги. Он был богатым, человек-аводец продавал эти. Он говорит, читай, не читай. Она не могла читать, потому что у нее не было глаз. И вот его как-то решила сбежать в горы. И она не могла, потому что у нее не было ног. Возможно, но они и так высоко, куда вышли. Когда она хотела руку поедать, мы сказали, как... Надо же отказывать, я все поняла. Рук не было у нее. Ни ручек не было. Это страшно, а не лезет, как она. Ну, как-то пришел один приятел здесь. Ты твоя так прекрасна, как горный цветочек. Ни ручек не носит, царит Орик. Шлупец-клупец. Где-то видел у горного цвета ручки. Шлупец-клупец.